Опыты профессора П.С. Крейгера из Технического университета Эйнховена были поставлены для проверки патента 91304, выданного Карлу Дрбалу, об опытах с небольшими пирамидами. Были выбраны две позиции пирамид. Первое – основание ориентировано по оси север-юг. Второе – с искажением 45 градусов, так что на линии север-юг находится диагональ основания. 12 лезвий ножей были затуплены с помощью точильного камня и сфотографированы при 40-кратном увеличении. Использовался микроскоп Olympus модель XTR, микрокамера Olympus модель PM6 и фотометр Olympus модель BLM. Ножи клали в пирамиды на дощечку, ориентируя лезвие по оси север-юг и оставляли там на 10 дней. При неправильном расположении пирамид никаких изменений в заточке не было обнаружено. Когда же пирамиды ориентировали правильно, то лезвие достаточно держать в пирамиде 7 дней. При этом выявились явные изменения. Таким образом, профессор Крейгер убедился, что Карл Дербалл заслужил свой патент. Самое явное воздействие оказали пирамиды из стали и темпекса. Темпекс – объемный термоизоляционный материал. Пирамиды из перспекса, фанеры, меди и картона влияли слабо, едва заметно. Стеклянная пирамида вообще никак не повлияла на заточку лезвий. Это отрывок из книги «По следам великанов». Автор Николай Непомнящий и ссылка на источник. В книге приводится большой объем информации по опытам во многих сферах жизни и здоровья с пирамидами и в пирамидах. Результаты впечатляющие. В главе «Как сделать пирамиду» главный ответ на этот вопрос с наибольшей точностью и подробное описание изготовления самодельных пирамид. Маги и астрологи древности всегда носили конические колпаки на голове. Вероятно, они что-то знали о конусах, космической энергии и информации. Эти ученые, скорее всего, знали о них даже больше, чем мы сейчас. Из книги «По следам великанов». Автор Николай Непомнящий. Еще из этой же книги. «Однажды я случайно встретился с неким своим знакомым, который целый день провел с Полом Брайтоном», рассказывает голландский исследователь пирамид Пауль Ликенс. Его считают исключительным человеком с точки зрения духовности, глубоко проникшим в восточную мудрость и знания эволюции космоса, самым выдающимся знатоком йогической философии восточного мира. Многие годы он посвятил научному изучению древних мистических практик и философских знаний, чтобы суметь перевести их в измеримую и легко воспринимаемую форму. Пол Брайтон занимался и изучением пирамид. И результаты этой работы были представлены им в книгах, объединенных общим циклом «Секрет Египта». Но чтобы выяснить по-настоящему, что скрывается внутри пирамиды, он под свою ответственность уговорил власти разрешить ему провести ночь в царской погребальной камере. Она на изображении. Впоследствии он поведал, что для того, чтобы воспринять все свои впечатления с наибольшей точностью, ему потребовалось очистить свой дух. Его знакомство с миром йоги сослужило в этом хорошую службу. Вначале окружающее молчание было очень довязчивым. Но он продолжал сидеть рядом с открытым саркофагом и спокойно ожидал, какие переживания принесет ему эта ночь. Он интенсивно концентрировался на своем внутреннем мире и мало-помалу начинал ощущать, как его охватывает приятное чувство радости. В этой темной камере, куда не проникал ни один луч света, внезапно начали появляться тени, которые бешено без остановки перемещались. Он почувствовал, что окружен враждебными существами, которые, как кажется, стремились выбросить его из святилища, каким являлась погребальная камера. Он даже начал помышлять о бегстве. Настолько сильными были отвращение и страх, которые у него вызывали эти существа. А на изображении подобная камера, уже не конкретно эта. И потом вдруг атмосфера изменилась. Враждебность исчезла так же внезапно, как возникла. По прошествии некоторого времени он ощутил присутствие другого существа, распространявшего некую благость. Появилось и второе такое же. В обеих фигурах он различил высших жрецов в белоснежных одеждах, которые излучали свет, озарявший всю царскую камеру. Одна из фигур направилась к нему и спросила, что ему нужно. Причем он не слышал голос в обычном смысле, ухом, а каким-то образом тот звучал у него внутри. Голос посоветовал ему уйти. В древности были люди, которые возвращались из погребальных камер совершенно безумными. Но Брайтон ответил, что хочет остаться. Ему объяснили, что для этого надо переместиться в другое место. Что ему будет, где ему будет сообщено учение. И предложили лечь, вытянувшись на камнях. Брайтон описывает, что у него появилось ощущение медленной смерти. После чего он внезапно покинул свое тело. Это и называется выходом из материального тела. Брайтон видел самого себя лежащим на камнях и одновременно чувствовал, что парит в воздухе. Ясно было, что его тело лишилось души. И она оказалась свободной. Затем он получил послание от одного из тех жрецов. Человек, тело которого смертно, но душа бессмертна, никогда не погибнет. Когда Брайтон спросил о тайне пирамид, то получил ответ. Ничего не изменится от того, откроешь ты тайну пирамид или нет. Ищи в своей душе того, кто проведет тебя к тайнам твоего духа, где и находится самое великое сокровище. Секрет пирамид – это секрет тебя самого. Послание пирамид в том, что люди должны отыскать высшую духовную силу в себе самих. И напоследок. Марина Т. В комментариях под моим видео «Стеклянная поля в Сахаре. Это воронки от взрывов» пишет, «К сожалению, эта книга недоступна ни для скачивания, ни для чтения. Я в «Эпросказ» ей отвечаю, «Используйте для поиска книг поиск Яндекс». Марина Т. через некоторое время отвечает, «В «Эпросказ» спасибо, получилось. Если вы хотите найти ту или иную книгу или информацию на русском языке, используйте для этого поиск Яндекс и найдете то, что через другие поисковые системы найти не удается. Это я знаю по своему опыту. Это не заказ поиска Яндекс или еще что-либо. Это мой вам совет, как легко находить книги на русском языке. Добавьте закладку в браузер с поиском Яндекс или сделайте стартовый, домашний, главный при запуске браузера. Это очень удобно. Давно пользуюсь поиском Яндекс и нахожу все, что мне необходимо. На этом все. Всего хорошего. Юрий Шатохин, «В «Эпросказ», «Новосибирск». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова